Поломки спутников России оказались необъяснимы. 18 января 2019 года Поломки спутников России оказались необъяснимы. Источник изображения, фото, Евгений Бетов, РИА Новости «Роскосмос часто не имеет точных данных о причинах выхода из строя собственных космических аппаратов», заявил РИА Новости представитель Госкорпорации Юрий Макаров. «Когда у нас выходят из строя спутники, мы зачастую не знаем причин этого. Говорим о тяжелых заряженных частицах, космических лучах, воздействии техногенных объектов, иногда говорим о преднамеренном воздействии на космические аппараты, но точную причину не знаем», — сказал специалист. По его словам, для получения точных сведений о причинах выхода из строя космической техники необходима система мониторинга космического пространства. «В настоящее время такой мощной системой мониторинга обладает только США», — отметил Макаров. Между тем, по мнению представителя Госкорпорации, российская система контроля космического пространства достигла паритета с американской. «Пять лет назад картина была совершенно другая», — добавил Макаров. В январе директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк заявил, что на околоземной орбите располагаются всего два крупных российских научных спутника, однако оба они не являются полноценно функционирующими. Ранее в том же месяце пропала связь с орбитальным радиотелескопом «Спектр-Р». Причиной неполадок называется отказ последнего работающего, третьего, комплекта приема передающих устройств. В декабре 2018 года российские эксперты в области материаловедения заявили, что установить точное происхождение отверстия в обшивке пилотируемого корабля «Союз МС-09» практически невозможно. В том же месяце летчик-космонавт Сергей Волков сообщил, что причина нештатной работы перозамков в российских «Союзе ТМА-10» и «Союзе ТМА-11», из-за которой данные пилотируемые космические корабли в апреле и октябре 2008 года соответственно совершили спуски по неуправляемым баллистическим траекториям, до сих пор неизвестно. 17 января 2019 года права на данный материал принадлежат. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.